Экономическая безопасность. Как застраховать себя от убытков? Есть возможность задуматься и реализовать электронные выплаты, то есть возможность клиентам общаться с страховщиком и обращаться с страховкой, не приходя лично в банк-агент. Казанский федеральный университет обменивается информационным опытом в Белоруссии. В этом году мы были приглашены на эту выставку, в частности, как вуз-партнер Белорусского государственного университета. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский принял участие во втором форуме ректоров университетов Российской Федерации и Киргизской Республики. В ходе мероприятия было обсуждено множество вопросов международного сотрудничества. Так, КФУ примет участие в создании на территории Киргизии Евразийского технопарка АЛАТО. Глава КФУ напомнил, что решение создать Евразийский технопарк было принято 11 апреля 2022 года на заседании Научно-технического совета при коллегии Евразийской экономической комиссии. В создании нового технопарка примут участие организации и компании государств-членов Евразийского экономического союза. В последние годы объем вкладов населения постоянно растет. Не опасно ли хранить деньги в банках? И на какую обязательную защиту своих сбережений могут рассчитывать граждане? Узнаете в сюжете Алины Красильниковой. Каждый стремится сохранить и приумножить свой личный капитал. Одним из самых популярных и надежных способов является банковский вклад. При этом иногда банки прекращают свою деятельность и у людей возникают вопросы. Кому обращаться и как вернуть свои деньги? Каким образом граждане застрахованы от потерь? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты из стран Евразийского экономического союза, Европейского союза, Ближнего Востока, собравшиеся на международной конференции по гармонизации систем страхования вкладов из разных стран. Ее организовала Российская государственная корпорация Агентства по страхованию вкладов совместно с Евразийской экономической комиссией. Ключевой целью конференции стал обмен лучшими новыми практиками в сфере защиты прав вкладчиков. Появились некоммерческие организации с 2020 года. Защита распространяется не только на малые предприятия, но и на целый ряд социально ориентированных некоммерческих организаций. Включился механизм защиты временно высоких остатков. Если у человека по объективным причинам на счете образовались крупные суммы, скажем, от продажи квартиры, то мы защищаем в течение трех месяцев такую сумму не в пределах обычного лимита, а в пределах повышенного лимита до 10 миллионов рублей. Есть возможность задуматься и реализовать электронные выплаты, то есть возможность клиентам общаться с страховщиком и обращаться с страховкой, не приходя лично в банк-агент, а обращаясь через электронные каналы. Для каждого периода развития финансовой системы любой страны характерны свои особенности, возможности и риски, в том числе те, что могут привести к банкротству банков. На это влияют как макроэкономические факторы, так и конкретные решения и шаги их владельцев. Но развитие системы страхования вкладов позволяет избежать повторения громких историй с 90-х годов, когда клиенты теряли свои деньги и так и не смогли их вернуть. Всегда рекомендуем вкладчикам избегать попадания в кредиторы и реально это сделать совершенно нормально. Достаточно распределять свои средства между несколькими кредитными организациями в пределах того лимита, который обеспечивает система страхования. И тогда задумываться о том, что банк не сможет погасить часть кредита, просто не придется. В рамках международной конференции представители разных стран также обсудили проблемы внедрения национальными системами страхования вкладов международных стандартов и режимов урегулирования несостоятельности банков. Также спикеры поделились практическим опытом организации и администрирования таких систем в своих странах. У нас дифференцированная система сбережений. Самый минимальный порог – это в иностранной валюте вклады, они гарантируются до 5 миллионов тенге. Это чуть больше 10 тысяч долларов, эквивалент. Следующие – это обычные вклады, по ним порог гарантии 10 миллионов тенге, то есть около 22 тысяч долларов. И у нас есть особый вид вклада сберегательный, он имеет ограничения на снятие, но по ним самые высокие ставки. И, как правило, это долгосрочные вклады больше 12 месяцев. По таким сберегательным вкладам у нас с 1 января этого года, 22-го, был повышен порог до 20 миллионов тенге. Это почти 50 тысяч долларов. К 2025 году организации «Страховщики депозитов» хотят гармонизировать законодательство в сфере защиты вкладов. Это даст большой толчок к развитию единого финансового пространства. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета вместе с российскими и зарубежными коллегами нашли путь эффективной борьбы с молочницей. Все подробности узнавала наш корреспондент. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории и структурной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук Московским физико-техническим институтом с коллегами из Франции, Нидерландов и США выявили новые участки в структуре рибосомы кандида «Альбиканс», которые станут мишенями для селективных терапевтических препаратов нового поколения. Мы изучаем, как работает механизм синтеза белка у кандиды и чем он отличается от человека и ищем какие-то слабые места, на которые можно воздействовать, подавив этот процесс у кандиды и не затронув клетку человека. Мы решили структуру рибосомы, это главная фабрика производства белков в клетке у кандиды и нашли участок, который отличен от человеческой рибосомы. Кандида «Альбиканс» – наиболее часто встречающийся патогенный грибок, возбудитель множества поверхностных инфекций. Его устойчивость к современным противогрибковым препаратам постоянно усиливается. Лечение кандидоза требует применения дорогостоящих препаратов и в большинстве случаев не гарантирует полного избавления от болезни. Это связано со способностью дрожеподобных грибов вырабатывать устойчивость к современным лекарственным препаратам. Учеными были обнаружены специфичные по своему строению участки и сайта рибосомы кандида «Альбиканс» по сравнению с человеческой рибосомой, что открывает возможность для разработки нового сельфтиного ингибитора, блокирующего работу рибосомы кандиды. Кроме того, удалось объяснить причину устойчивости кандида «Альбиканс» к антибиотику – циклогексимиду. Одна из проблем, которая сейчас наблюдается, это возникают новые виды этих патогенных грибов, которые начинают быть устойчивыми к этим препаратам. Соответственно, необходимо искать какие-то новые подходы для того, чтобы у нас была возможность для борьбы с этими патогенами. Ученый добавил, что инфекции кандида «Альбиканс» очень распространены и особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом. Отметим, что работа велась в рамках межисциплинарного гранта президентской программы Российского научного фонда «Структурные основы белогосинтезирующего аппарата кандида «Альбиканс». Результаты исследования опубликованы в журнале «Сайенс Адвансис». Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В столице Белоруссии проходит международный форум ТИБА-2022. Всецело посвященный обмену передовым опытом в области информационно-коммуникационных технологий. О вкладе Казанского университета расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. 6 июня в Минске стартовала 28-я международная специализированная выставка ТИБА-2022. Организаторами форума выступают Министерство связи, информатизация Беларуси и закрытое акционерное общество техника и коммуникации. Конгресс представляет собой уникальную площадку для обмена передовым международным опытом, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов. Мероприятие включает в себя более 80 площадок в области информационно-коммуникационных технологий и промышленности. Казанский федеральный университет в числе участников. В этом году мы были приглашены на эту выставку, в частности как вуз-партнер Беларусского государственного университета, для участия со своими экспонатами, своими направлениями и разработками, для поиска как совместного индустриальных партнеров совместно с БГУ, так и отдельно на важные связи с другими достаточно крупными университетами Республики Беларусь и индустриальными партнерами в различных областях. В ходе программы мероприятия представлены отечественные и зарубежные эксперты, представители государственных структур и бизнес-сообществ. Специалисты анализируют глобальные тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, представляют инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. Казанский федеральный университет представил материалы по всем стратегическим проектам в рамках «Приоритет-2030». Это биомедицинское направление, новая энергетика и нефтегазовая технология, образовательный и IT-блок и другие. На текущий момент эти темы откликнулись большому количеству интересующихся этими проектами. Это, безусловно, говорит о популярности в предложенных рамках. Нами повезены туда программы, ну прямо реально программное обеспечение в составе экспонатов, которые представлены по направлению цифровая медицина. Это изделия «Амальтея» по мониторингу состояния персонала безопасности жизнедеятельности, мониторингового состояния, программное обеспечение «Аздик» для улучшения качества работы, УЗИ-аппаратов и рентгенографических аппаратов, ну а также ряд других направлений, которые тоже связаны с биомедицинским боком. По результатам этой выставки будут проведены серии переговоров с Белорусским государственным университетом для определения таких ключевых направлений сотрудничества, как изготовление нового спутника в формате КУПСАД, определение возможного участия в программе «Союзное государство» по технологиям точечного земледелия и робототехники, а также по совместному созданию, использованию и внедрению на производствах точной контролеизмерительной аппаратуры. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Студентка второго курса Института международных отношений Казанского федерального университета, 19-летняя Дарья Мирон, выиграла в финале ежегодного международного открытого фестиваля конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2022», прошедшего в Казанском доме культуры имени Ленина. Представительница КФУ опередила конкурсанток из 13 стран, завоевав титул «Жемчужина мира-2022» и «Мисс Целеустремленность». В IT-лицее Казанского федерального университета началась первая смена летнего лагеря для школьников «Дискавер», посвященная IT. На протяжении недели ребят из разных регионов России будут знакомить с программированием, робототехникой и 3D-моделированием. В музее имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошла выставка старинной японской фотографии и собрании московского мультимедиа-арт-музея. Музей существует около 30 лет и за время своего существования собрал одну из самых больших в Европе коллекций японской раскрашенной фотографии. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok